Улица Красноармейская – один из самых протяженных объектов ремонта в 2018 году. Дорожное покрытие здесь заменили полностью от улицы Урицкого до Горького. Протяженность составила более двух километров. Общая площадь ремонта по результатам составила 21 тысяча квадратных метров и смертная стоимость выполняемых работ – 24 миллиона рублей. Значит, отмечу, что улица Красноармейская у нас также долгое время вызывала довольно-таки серьезные нарекания по состоянию дорожного покрытия. Сдан в эксплуатацию еще один участок, который не вошел в перечень 2017 года – на улице Милицейской от Ленина до Урицкого. Сметная стоимость составила свыше 5 миллионов рублей. Кроме того, подрядчики дополнительно отремонтировали перекресток с улицы Урицкого, где покрытие практически отсутствовало. Было устройство дорожной одежды вновь, земляные работы, устройство песчаного слоя, щебеночного слоя основания и два слоя покрытия с обустройством бордюра, с установкой бортовых камней. Также 7 сентября были приняты улица Слободская и Пугачева от Мелькомбинатовского проезда до улицы Щерса. При проведении осмотра и контрольных замеров проезжих частей отклонений от требований ГОСТ не выявлено. Что касается дополнительного перечня объектов, которые ремонтируются на сэкономленные в результате дорожных аукционов средства, все они уже в работе. По дополнительному перечню по шести улицам срок обозначен у нас окончательный по 23 сентября. То есть с учетом, что до этого момента еще остается значительное количество времени, все объекты, я думаю, что будут завершены уже к концу сентября и сданы в эксплуатацию. В целом в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году будет отремонтировано 86 участков улично-дорожной сети с учетом шести дополнительных. Уже принято 79 объектов. 10 сентября планируется сдача в эксплуатацию из Кожевского переулка. Валентина Палкина, Игорь Охотников, Вести, Киров.